Здравствуйте! В эфире военная программа канала НТВ «Смотр». С вами Сергей Кузнецов. Смотрите в этом выпуске. Центральный пограничный музей. Когда за каждым экспонатом подвиг. Служба пограничников – ежедневный подвиг. Они гибнут и получают тяжелые ранения в схватках с преступниками. Даже выполнение самых мирных задач на границе нередко связано с риском для жизни. Но охрана границы – еще и очень интересное дело. Трудная, но захватывающая работа для мужественных и смелых. Почти каждый экспонат Центрального пограничного музея – готовая основа для книг и фильмов о тех, кто защищает рубежи нашей Родины. 22 июня 1941 года в бой на западных границах первыми вступили воины в зеленых фуражках. И символично, что именно пограничники поставили точку в истории Великой Отечественной. Точку в буквальном смысле слова. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22.43 по Центральноевропейскому времени. То есть в 0 часов 43 минуты 9 мая по времени Московскому. От германской стороны акт подписывал генерал-фельдмаршал, начальник верховного главнокомандования вермахта Кейтель. Если посмотреть эту хронику, то видно, что он отодвинул чернильный прибор и начал вот так головой крутить, чтобы ему подали ручку. Ему подали ручку. Но ручку ему подали от сержанта пограничных войск, который увидел эту ситуацию, передал офицеры. Символично. Пограничники начали войну, в том смысле, что вступили в борьбу с противником. Ее закончили. Натурально. Подписью. Ручкой пограничника. Война закончилась. Но пограничники продолжали вести боевые действия еще много лет. В послевоенные годы западные районы Молдавии, Украины и Белоруссии, значительные территории прибалтийских республик были наводнены бандами националистического подполья. Это была схватка с оборотнем. Днем преступники могли вести мирный образ жизни, а ночью брать оружие и идти убивать. Они назвали себя борцами с Московской империей, но никакого урона центральной власти нанести не могли и жестоко расправлялись с самыми обычными людьми. Исторический факт. Во время войны даже гитлеровские офицеры обращались к командованию с просьбами пресечь жестокости бандеровцев. Эти зверства усиливали поддержку населением партизан. И надо прямо сказать, что если мы изучаем историю сейчас бандеровского движения и ионовского движения, то сегодня хотим мы или не хотим, вынуждены где-то сравнивать, откуда ж корни растут. Вот оттуда. Западные районы, когда на Цельсии в подполье проводили свою работу, сегодня, видимо, кому-то выгодно использовать эти методы для проведения, допустим, вот таких вот выступлений, особенно на Украине, мы знаем по Киеву и другим городам. Экспозиция о временах Холодной войны. Пограничники оказались на самом острие событий тех лет. Территория Советского Союза продолжала оставаться предметом повышенного внимания иностранных разведок. Но техника не стояла на месте. В наше воздушное пространство постоянно вторгались высотные самолеты-шпионы, прилетали воздушные шары с аппаратурой слежения. Знаменитый американский Локхит У-2, поднявшийся в небо в 1955-м, мог летать на невероятной для того времени высоте – свыше 21 тысячи метров. Несколько лет он считался недосягаемым для средств советской ПВО. Над территорией Советского Союза выполнялись регулярные и безнаказанные разведывательные полеты. 1 мая 1960 года весь мир узнал, что У-2 можно сбивать. В этот день под Свердловском был сбит самолет Фрэнсиса Гэри Пауэрса, выполнявшего полеты по заданию ЦРУ. Для надежного поражения было выпущено несколько ракет, и одной из них был сбит советский перехватчик МиГ-19. Летчик Сергей Сафронов, воздушный коллега пограничников, погиб. Пилота другого МиГа спас лишь виртуозные маневры. Холодная война была именно войной. А вот Фрэнсис Гэри Пауэрс остался жив, вопреки должностным инструкциям. Вот его снаряжение. И, среди прочего, отравленная игла. Ею летчик должен был воспользоваться в случае угрозы попадания в плен. Не воспользовался, за что по возвращении домой был обвинен в неисполнении обязанностей. Не стал Пауэрс применять и катапульту, возможно, зная, что она заминирована. Проявив недюжинное хладнокровие, он выбрался из машины и на высоте 10 тысяч метров раскрыл парашют. Военная коллегия Верховного Суда Советского Союза приговорила Пауэрса к 10 годам лишения свободы. Но уже в 1962 году его обменяли на легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля. То, что эти исторические экспонаты находятся здесь, а не в музее ПВО, вполне закономерно. Ведь Пауэрс в первую очередь нарушитель государственной границы. Кстати, пограничники тоже внесли свой вклад в перехват самолета-шпиона. Они засекли его по инверсионному следу и доложили по команде. Еще одна героическая страница боевого пути погранвойск. 1969 год. Остров Даманский. Вооруженный конфликт двух красных держав Советского Союза и Китайской Народной Республики. Участник отражения агрессии маоистов Юрий Васильевич Бабанский. Ныне генерал-лейтенант пограничных войск в отставке, а в то время младший сержант. Именно он после гибели части пограничников во главе с начальником заставы взял на себя командование и повел уцелевших бойцов в атаку. Агрессоры обрушили на горстку отважных шквал огня. Стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, минометов и пушек. В результате упорных боев нападающие были отброшены. Тогда погиб 31 советский пограничник. Китайские военные, по нашим оценкам, потеряли около 250 солдат. За проявленный героизм Юрий Васильевич Бабанский удостоен звания Героя Советского Союза. И когда я смотрю на этот раздел, эту экспозицию, то я мысленно и душевно передошусь в те 45-летние давности события. И вспоминаю тот кровавый шутовый день и тот урок, который нам принесла история, который нельзя сегодня повторять. Урок говорит о том, что нужно все вопросы решать мирным путем. Увы, решать вопросы мирным путем получается далеко не всегда. В конце 70-х ситуацию в Афганистане было решено выправить силовым методом. В этом телесезоне, в год 25-летия вывода советских войск из Афганистана, мы обращаемся к афганской теме постоянно. Смотр уже рассказывал о действиях в горной стране советских пограничников. Сражались в небе Афгана и пограничники-летчики. Не раз мы рассказывали о нашем друге, герое России Николае Федоровиче Гаврилове. Многие годы он возглавлял управление авиацией ФСБ России. И вот мы увидели здесь его фотографию. В афганском небе он сделал более двух тысяч боевых вылетов. Пограничники всегда на передовой. И в любую минуту на помощь им готовы прийти военные врачи. В 1985 году Виталий Гробовенко, воин-интернационалист в зеленой фуражке, подвергся одной из самых рискованных хирургических операций в истории. Смертельный риск был не только для него, но и для врача. Выпущенная душманами граната застряла в теле и не разорвалась. Боец был доставлен в военный госпиталь Душанбе. Подполковник медицинской службы Юрий Алексеевич Воробьев мог удалить гранату с минимальным риском. Просто вырезать ее вместе с фрагментами мышц. Но тогда рука молодого парня навсегда осталась бы неподвижной. Было решено извлечь гранату. Так, как саперы обезвреживают самые хитроумные мины. Подполковник Воробьев изготовил специальный инструмент для операции. Надел тяжелый защитный костюм сапера и блестяще справился с, казалось бы, невыполнимой задачей. История границы. История подвига. 1989 год. Для армейских частей война в Афганистане закончилась. А у пограничников впереди долгие годы боевых действий на таджикско-афганской границе. Этим событием посвящен целый раздел музея. Руслан Климочкин, сослуживец и брат по оружию Николая Берсенева, получил в Таджикистане тяжелейшие ранения. Спасая жизни подчиненных, командир инженерно-саперной роты подорвался на мине-ловушке, замаскированной под термос. Русланом Климочкиным мы служили в московском пограничном отряде. Мы участвовали вместе в боевых операциях. Он пострадал во время очень ответственной, опасной работы. Лишился зрения, кисти правой руки. Но нашел в себе силы жить. Это были не единственные раны человека, в руках которого взорвалась мина. Стоял вопрос о том, сможет ли он ходить. Выжить, не сломаться морально, поверить в себя. Руслану помогли мужество и закалка, мастерство врачей и удача. Руслан Климочкин еще лежал в госпитале. Проходил труднейший курс лечения, когда в Москву приехал с гастролями Лучана Поворотти. Великий тенор решил дать специальный концерт для раненых российских военных. Приехав в госпиталь, гений оперы попросил показать ему самого мужественного бойца. Его привели к тяжело раненому саперу. И зашел в палату к нему, попригласил на концерт. Руслан, конечно, не мог поехать, вернее, спустился в конференц-зал, поэтому он отказался. Тогда он запел у него прямо в палате. На эту тему тоже написали картину. Картина, на которой Лучана поет для Руслана, повествует лишь об одном эпизоде большого пути 117-го краснознаменного московского пограничного отряда. В учебники всех военных академий вошел подвиг бойцов 12-й заставы. 13 июля 1993 года крупная банда боевиков попыталась прорваться на территорию Таджикистана. 11 часов пограничники сдерживали продвижение противника. 25 бойцов сложили головы в этом бою. Почти все оставшиеся в живых получили ранения или контузии. Дав отпор, они организованно отступили. И в тот же день застава была отбита. Шестеро стражей границы были удостоены звания Героя Российской Федерации. Четверо из них – посмертно. В то время бои на таджикско-афганской границе велись практически беспрерывно. Буквально через год в этих же краях десантная штурмовая мобильная группа лейтенанта Хмелева оказалась в окружении. Бой был жестоким. Пограничники израсходовали почти все боеприпасы. И тогда Олег Хмелев вызвал огонь на себя. 20 лет назад участок московского пограничного отряда, тогда было там тяжело, Таджикистан был в руинах, начнем с этого, Советский Союз только что развалился. И вот остались пограничники, которые защищали наши рубежи, именно рубежи еще Советского Союза. И держали тот натиск маркетрафера там, в Таджикистане, в горах. Это до Чечни еще события были. Это было до Чечни. Пограничники принимали и принимают активное участие в борьбе с международным терроризмом на Кавказе. Суровые годы на рубеже веков навсегда останутся в их памяти. Это и боевые потери, и жизнь, и восстановление тяжелораненых вопреки всему. Изучая экспонаты музея, рассказывающие о службе пограничников на Северном Кавказе, мы словно возвращаемся в свои старые репортажи из тех мест. Чечня, Дагестан, Абхазия. Места, где пограничники защищают мирных людей. Защищают их право самим решать, как и по каким законам жить. Есть в музее предметы, казалось бы, совсем никак не связанные с охраной границы. Например, вот этот космический скафандр. Наличие внеземного наряда объясняется просто. У зеленых фуражек давние дружеские отношения с покорителями космоса. Оказывается, уже первый полет человека в космос был связан с пограничниками. Вернее, с пограничником. Фамилия этого человека Олег Генрихович Ивановский. Он прошел всю войну, участник парада Победы. В своих книгах пишет о том, как он гор тем служил в пограничных войсках. Кто это? Что это за человек? Это человек, который мы все видели в телевизионной хронике. Последним закрывавшим люк за Гагарином. Он до сих пор жив, дай бог ему здоровья. Все эти экспонаты не просто история охраны границы. Они часть истории страны, да и всего мира. За каждым предметом, каждым документом интереснейшие, порой невероятные события. Трудно сосчитать даже то, что выставлено в залах музея. Но это лишь верхушка огромного айсберга. Сегодня у нас выставлено где-то процентов 7 материалов, а остальные хранятся в фондах. Поэтому у нас и другая форма, мы готовим тематические выставки. Вот будет выставка в Кремле, которую мы готовим в пограничках. Такая же выставка параллельно будет на Баклонной горе. Вот таким образом мы все это делаем. Каждое серьезное музейное учреждение ведет постоянную научную и выставочную деятельность. Центральный пограничный музей, безусловно, в их числе. Мы все время обновляем материалы. Особенно мы обновляем материалы по современной жизни границы. Постоянно. События, которые происходят, наиболее важные, мы тоже пытаемся их вести. Вот события на Кавказе, Средней Азии, потому что люди приходят, они хотят видеть настоящую жизнь границы. Она же вкладывается не из истории, а из современности. Эта работа кропотливая, творческая, требующая великолепного знания материала. И еще нужно быть психологом, тонко чувствовать запросы посетителя. Понимать, что его по-настоящему заинтересует, заставит задуматься, вызовет законную гордость за свою страну и за тех, кто охраняет ее рубежи. Вообще, труд, конечно, очень тяжелый. Я имею в виду труд музейного работника, архивариуса. Потому что собрать по крупицам то, что утеряно, где-то лежит незамечено, это очень сложно и трудно. Но это очень необходимо. И мы благодарны всем тем, кто занимается этим почетным, очень тяжелым, но необходимым для нас делом. Ученый Совет Музея регулярно проводит заседания по музейной экспозиции, организации и проведению выставок и их наполнению. Показательно, что в тиши кабинетов такие встречи проходят редко. Как правило, в залах музея, среди экспонатов. Так, ближе к реальной боевой обстановке. Заседания, между прочим, тоже боевые. Мы были свидетелями, как сдержанные дискуссии переходят в жаркие споры. Споры неравнодушных людей, желающих организовать работу как можно лучше. Может, целесообразно как-то переделать вот этот раздел, их объединить. Ну, допустим, на руках, понимаете, если мы это уберем, то у нас получается 97, когда мы выходим на новые рубежи, раз раздел исчезает. Он просто выпадает, а это не очень хорошо. Потому что мы вроде даем, у нас УПС образовалось, а что мы охраняли, мы не даем. В музее активно работают над развитием экспозиции и ее оптимизацией. В кадровых военных слово «оптимизация» может насторожить. Слишком долго в российской армии этот термин подразумевал сокращение и расформирование. Но тут о сокращении речь не идет. Сотрудники думают лишь о том, как донести до посетителей как можно большее количество важной и запоминающейся информации. Для любого музея, для любого начальника музея демонстрационных залов всегда мало. Но тем не менее, нужно привлекать новые технологии, использовать новые технологии, которые есть, использовать интерактивные какие-то вещи, средства. У Николая Николаевича Берсенева слова с делом не расходятся. Музей идет в ногу со временем, а может в чем-то и опережает его. Так действующих боевых постов в музейных залах нам видеть пока не приходилось. А здесь их два – морской и сухопутный. Оба работают в реальном режиме. Мы проверили. Внедряются и современные технологии с элементами интерактивности. С помощью этого аппаратно-программного комплекса можно познакомиться не только с экспозицией залов, но и с тем, что хранится в музейных запасниках. То есть весь тот огромный пласт информации, который по объективным причинам не вошел в витрины музея. Особенно интересно это, наверное, для одиночных посетителей, которые также посещают наш музей. На экране можно выбрать и подробно рассмотреть какое-либо оружие, любой другой интересующий предмет. Можно познакомиться с содержанием важных документов и материалов. Возможности комплекса впечатляют. Настоящий музей. Интерактивная карта. На ней представлена Российская Федерация. Сейчас мы сделаем увеличение. Представлены все приграничные регионы. И показана. Эта информация открытая, она не секретная. Здесь есть общая наглядная информация. Герои Советского Союза, герои России. Деятельность управления на современном этапе. Военно-патриотическая работа. Работа с подрастающим поколением. Работа с подрастающим поколением. Сегодня это одна из главных задач Центрального пограничного музея. Люди постарше просто по жизненному опыту знают, насколько важна защита государственных рубежей. А вот подросткам, будущим солдатам срочной службы, о границе надо рассказывать. Впрочем, здесь будет интересно всем. От школьников младших классов до пенсионеров. Военных и гражданских. Вот уже на протяжении столетия музей выполняет важнейшую для страны миссию. Хранит историю пограничных войск России. Я бы хотел поздравить все поколения музейных работников у нашего Центрального музея пограничных гостей с этим замечательным праздником. Пожелать им здоровья, благополучия, удачи во всех их делах, успехов и, конечно, крепкого здоровья. Ну а музей должен процветать, должен шириться, развиваться. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Центральному пограничному музею ФСБ России, всем его сотрудникам, новых юбилеев и новых экспозиций. И еще одно пожелание, может быть наивное, но от души. Пусть на таких выставках придется поменьше рассказывать о боях и побольше о мирных буднях зеленых фуражек. А закончить программу мы хотим замечательными словами Николая Николаевича Берсенева. Человека, который и сегодня стоит на страже границ Родины, возглавляя уникальный музей пограничников. Нет государства без границы, без государства нет столицы, и скрепляет их снова и снова военное знамя и русское слово. Наше слово об истории страны, наше слово об истории границы, они слиты, спаяны, соедены, как едины в боевом строю бывают лица. История границы, история страны, в сердцах у нас хранится, мы памятью сильны, и нам не уклониться от трудного пути. Суровых предков лица зовут в дозор идти.